Проблемы решить, ни одну не пропустить. Губернатор Сергей Морозов провел личный прием граждан по поручению президента Российской Федерации. В начале разговора глава региона объявила о начале усиленного мониторинга обращения людей с помощью соцсетей. На особый контроль поставлены отдаленные районы Ульянской области. Ежедневно при выезде губернатора в любой из муниципалитетов, в любой из районов города Ульянска, мы посещаем те объекты, на которые нам люди указывают, которые вызывают у них возмущение. Там разбираемся на месте и людей информируем. Возможно, даже я попросил бы Анатолия Владимировича подумать, как это все технически спроводить в режиме, что называется, онлайн, чтобы мы могли подключиться к социальным сетям, будь то, так сказать, одноклассники, будь то, так сказать, другие какие-то, ну, в общем-то, откуда там пришла информация. В общественную приемную губернатора обратилась жительница Сенгелеевского района Вероника Орлюкова. Дело в том, что в одном из домов, в котором получили квартиры дети-сирота, обнаружилась масса неисправностей. В жилых помещениях оказалось недостаточно регистров батарей, водяной насос работает на последнем издыхании. При получении обращения управляющие компании и застройщик разводят руками. У нас в районе все съехали, съехали потому, что у нас пошла плесень, у нас на третьем этаже идет плесень, прямо на окошках у нас плесень, она влага прям стоит. У нас детей маленькие больше, чем в самом деле, у нас 20 детей. Из них у нас трое грудничков, на данный момент им два месяца. А половина у нас съехала из 30, двое отсутствует, а на данный момент у нас живут 6-7. Остальные у нас просто все съехали из-за того, что просто в квартирах холодно. Губернатор поинтересовался дальнейшими делами Минстроя. Дело в том, что 15 октября в министерство обратились из администрации района. Был неисправен котел. Отсу Сатрединова рассказала о проделанной работе и планах на будущее. Мы тут же выехали в этот же день, 15 ноября, выезд на место был, и застройщик заменил котел за счет своих средств. Абсолютно правильно говорить, что нужно здесь сейчас техническое заключение о состоянии объекта и понять, откуда и сырость, и плесень, и почему вышел из строя котел, и в том числе и насос. Представители Минстроя пообещали, закажут техобследование и получат результаты в течение трех недель. Губернатор запланировал встречи с горе-обладателями заветных метров. На очереди новая майна Меликесского района. О питьевой воде безобразного вкуса и качества рассказала Зинаида Пименова. Мы понимаем, что там нужны большие затраты, что это не сразу делается. Но уже больше не можем мы жить с такой водой и пить такую воду. Доклады главы района о строительстве станции водоочистки звучали ранее. Минстрой проектирует, время идет. А живые люди продолжают пить отвратительную воду с камнями и ржавчиной. Сергей Морозов поручил министру ЖКХ предоставить готовый план действий к 24 ноября. Промедление отговорок принято не будет. Виктория Черкова, Руслан Баталов. Новости Уллправды ТВ. Руслан Баталов. Новости Уллправды ТВ.